О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Еженедельное оперативное совещание провел глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в понедельник, 19 октября. Всего выздоровели 8 686 человек, это 89% от всех заболевших. Врачи провели более 1 млн 200 тестов на COVID-19. В медицинских учреждениях создали необходимый и постоянно пополняемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Инфекционный коечный фонд занят на 77%. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией глава Башкортостана озвучил ряд новых решений по борьбе с коронавирусом. Так, Радий Хабиров поручил развернуть инфекционный стационар в Республиканской клинической больнице имени Куватова и создать резервный коечный фонд в Уфимской городской клинической больнице номер 10. В декабре система здравоохранения получит дополнительные 300 коек в новом инфекционном центре. Он возводится в Стерлитамаке. Глава Республики поручил организовать во всех государственных учреждениях и на предприятиях работу медицинских инспекторов из числа сотрудников. Этот человек будет отвечать за входной температурный контроль, соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований. Беременных женщин, работающих в государственных учреждениях и подведомственных организациях, переведут на дистанционный режим работы. Частным компаниям рекомендуют поступить так же, чтобы сохранить здоровье и обеспечить безопасность будущих матерей. Кроме того, нужно предусмотреть особый режим работы для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Глава Башкортостана поручил возобновить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в транспорте, учреждениях массового пребывания людей. В Башкортостане появится Республиканский градостроительный совет. Создание новой структуры анонсировал глава региона Ради Хабиров. Совет должен обеспечить реализацию единой градостроительной политики на территории всей республики. Тем временем аграрии Башкортостана в 2020 году намолотили более 4 миллионов тонн зерна. Это на 25% выше прошлогоднего показателя. Глава региона отметил, что за последние 10 лет это лишь второй раз, когда республика смогла перешагнуть эту отметку. Очередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории Янаульского района прошло в понедельник 19 октября. О текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказал главный врач района Тимур Мадьяров. О проведении дезинфекции в многоквартирных домах доложил директор управления жилищно-коммунального хозяйства Руслан Весупов. Полная обработка подъезда проводится раствором хлорамина поручней, подоконников, почтовых ящиков, тамбурных и ауди-домофонных дверей. А также влажное орошение раствором хлорамина стен и потолков. На сегодня мы в марте с марта по август обрабатывали подъезды 2-3 раза в неделю, с сентября месяца проводим 1 раз в неделю. На сегодня 1 раз в неделю обрабатываем 366 подъездов в тех многоквартирных домах, где собственники приняли решение оплачивать за комплексную уборку помещений многоквартирных домов. В 46 многоквартирных домах, это 111 подъездов, обрабатываем 1 раз в месяц. Это те дома, которые вообще не оплачивают за комплексную уборку подъездов. Помимо данных мероприятий, проводятся работы по комплексной уборке подъездов. Это влажное подметание, это каждый день. И мытье полок 2 раза в неделю с добавлением дезинфицирующих средств. Это уже те дома, которые мы, собственники, примем. На сегодняшний день общая стоимость дезинфицирующих, дезинфекционной обработки мест общего пользования многоквартирных домов составляет 4 461 000 рублей. Это с марта 20 по сентябрь 2020 года. О том, как ведется контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли и обслуживания населения, рассказала главный специалист отдела по экономическому развитию и предпринимательству Лилия Мухединова. По объектам продовольственной сферы люди уже, магазины уже привыкли к тому, что они работают в масках, в перчатках и требуют от посетителей, от клиентов, чтобы те тоже были в соответствующих масках. Моя задача состояла на той неделе в том, чтобы проверить объекты непродовольственной сферы. То есть я проверяла больше магазины одежды. Вы находили комиссионную? Я сама ходила, лично сама ходила. Как бы проверяла больше объекта непродовольственной сферы, то есть магазины одежды. Вот в субботу я прошлась. Два торговых центра проверила. И линии магазиновой по Ленина 8, затем по Советской, это уже в пятницу как бы прошла. Ну, на дверях все эти надписи есть, то, что не обслуживаем без масок, что необходимо наличие масок у посетителей, у клиентов. То есть продавцы это соблюдают, но есть такие, которые сами заходят без масок. Но теперь вот на опыте скажу, они уже не пускают в последние дни, уже прямо не пускают в магазины. То есть возвращают, люди обижаются, но а куда деваться? То есть вот картина такая. Также на совещании обсудили все возможные меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях, предприятиях и организациях Янаульского района. Было принято решение возобновить рейдовые мероприятия по общественным местам. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 1 миллиона 480 тысяч жителей. В Башкортостане их число превысило 10 тысяч человек. За последние сутки прибавилось еще 74 заболевших. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала помощник эпидемиолога Зинфира Газизова. По состоянию на 22 октября в Янаульском районе зарегистрировано 784 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 5 пациентов госпитализированы в госпитале города Нефтекамск и 5 пациентов находятся в республиканских учреждениях. 121 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 633 пациентов. Итого, на данный момент в районе получают медицинскую помощь 121 пациентов с диагнозом COVID-19. На 14-дневном карантине находятся 90 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 89 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 211 человек. Все подразделения Янаульской сервии продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация больных в отделении с отрицательным результатом анализа маска на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За весь период с 15 по 22 октября в районе выявлено 109 новых случаев COVID. Поэтому еще раз хочется обратиться к населению с просьбой носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по-чащему мыть руки. Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей стране остается напряженной. С марта этого года работники Управления жилищно-коммунального хозяйства Янаула приступили к обработке подъездов многоквартирных домов специальными дезинфицирующими средствами. Работы продолжаются и по сей день. Специалисты в защитных костюмах регулярно проводят дезинфекцию поверхности стен, перил и дверей. И все это для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции. Обработка подъездов производится дезинфицирующим средством Авербак. Дезинфекция включает в себя обработку поручней, подоконников, почтовых ящиков, также тамбурных и одеодомофонных дверей. Влажное орошение полов и стен. Перед каждой дезинфекцией оповещается старший по домам и подпится акт о выполненных работ. Дезинфекция производится два раза в месяц. Также бывают неплановые дезинфекции о подъездах. Это в тех домах, где у жителей был положительный результат на COVID-19. Но это единичные случаи. Всего дезинфицируется 477 подъездов. Из них 366 подъездов, это 108 домов, которые находятся в обслуживании, то есть где производится уборка личных клеток. Также еще 111 подъездов, это 46 домов необслуживаемые. Это те дома, где жители отказаются от услуг по уборке личных клеток. Но мы также там проводим дезинфицирующие работы. Ежедневно проводится влажное подметание личных клеток и два раза в месяц проводим мытье полов и стен в подъездах. Также задействованы 27 сотрудников по обработке дезинфекции подъездов. Всего обрабатываем 154 подъезда. Ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все кулинары, кондитеры и технологи. Каждый день свои маленькие шедевры создают повара и кухонные работники детских садов нашего района. Подробности у Гульнары Сидзиковой. Рабочий день повара начинается рано. К 6 утра, когда практически все еще спят, работа на кухне уже кипит. Гульнар с Грифулина в детском саду работает 5 лет. К своей работе относится с любовью. Говорит, что здесь получается даже вкуснее, чем дома. Хотя приготовить блюда для более чем 250 воспитанников не такая простая задача. До этого работала в лагере. Тоже повара. Но здесь 5 лет. На повара выучилась в Енаутском УК. Мне своя профессия нравится. Я люблю, когда получается вкусно. Радуюсь. Утро начинается с того, что мы ставим воду для бульона, компот, завтрак и кашу. Но кашу постоянно надо мешать, чтобы не подгорало. И за это время надо сделать пассировку. У нас с 5 часов до 8 один повар у нас. Потом уже к 8 приходят девочки-другие. Потом уже делают это побыстрее. Сидеть. Чаи распивать нам некогда. Может кажется, что повара тут сидят и кушают только. Очень много работы. Детей потому что много. Трудности. Тяжести поднимаем. Вот это. А плюсы. Ну, каждая женщина должна хорошо готовить. И я, когда поваром только встала, поняла, как это все-таки надо делать. Хотелось, чтобы, конечно, количество поваров побольше было. Тогда было бы полегче. Ну, так стараемся, справляемся и с таким количеством. Ну, главное, здоровья всем крепкого. Чтоб не болели. Чтоб не было всяких. У нас горячий цех. Иногда бывает и пара наш парится. Надо, чтобы все аккуратно, осторожно, чтобы не было всяких чипы, чтобы все было хорошо. Ну, и не пригорало ничего. Сусана Абганеева поваром работает почти 30 лет. Сейчас делится своим опытом с молодыми сотрудниками. В 8 утра к моменту раздачи все готово. И пока помощники воспитателей разносят завтрак по группам, сами кухонные работники начинают готовить обед. Завтрак малыши съедают с удовольствием. Традиционная утренняя каша и полезная, и вкусная. Если ребята младших групп сосредоточены на самом процессе приема пищи, то в подготовительной группе уже точно знают, что значит профессия повар. Повар – это кто готовит еду для детей. Очень вкусно. Он готовит всякие супы, каши. Я хочу стать поваром, потому что они вкусно готовят. Повар – это который готовит вкусную еду, суп, каши, пюре. Вкусно готовят. Мне нравится. Кушаю вкусно очень. Поварам спасибо. После завтрака с новыми силами ребята приступят к занятиям. А на кухне работа не прекращается. Здесь готовятся блюда к следующим приемам пищи. Такой привычный, кажущийся незаметным и обыденным для многих труд поваров, между тем, значителен. Ведь питание – одна из главных потребностей для каждого человека. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей Янаульского телевидения. С 19 октября в Башкирии стартовала акция «Внимание, дети!», направленная на профилактику детского травматизма на дорогах. Так, с начала этого года совершено более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Более 330 маленьких пассажиров и пешеходов получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть пострадавшие и в нашем районе. 15 октября 2020 года, примерно 8 часов, на 7-м километре автодороги «Нефтекамск-Энергетик», водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки «Хёндай Санта-Фе», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 8-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правой стороне обочины. После чего автомашина съехала в Кювейт, а девочка получила телесные повреждения. Данный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После чего ребенок был госпитализирован в городскую больницу города «Нефтекамска». Также на территории Нольского района и города Наул проводится профилактическая акция «Внимание, дети!». Она стартовала с 19 октября и будет продолжаться до 6 ноября текущего года. Госавтоинспекция рекомендует родителям ежедневно напоминать своим детям о строгом соблюдении правил дорожного движения. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий на наезды на несовершеннолетних детей. Также, уважаемые водители, хотелось бы напомнить, чтобы вы были предельно внимательными на дорогах, особенно возле детских учреждений. Наш край богат талантливыми людьми. Среди них и те, кто уже давно вписан в историю района, и новое молодое поколение, чей талант еще только раскрывается. Одна из них – преподаватель школы искусств НЖ Сиддикова. Ее персональная выставка «Красоту мира сердцем чувствуя» открылась в историко-краеведческом музее 21 октября. Праздник для художника НЖ Сиддикова. Как признается автор, ей нравятся различные направления – натюрморт, портрет, абстракционизм. Каждая из картин – отражение ее мыслей, восприятие окружающего мира, любовь к родным и близким людям. Зрители с интересом рассматривали представленные работы. Молодой художнице только 28 лет, однако в ее копилке уже немало наград и достижений. Ознакомительную экскурсию по выставке провела сама автор. Она рассказала об истории создания каждой работы. Поздравить живописца пришли ее друзья, родственники, коллеги, члены творческого клуба «Феникс». Год назад НЖ пополнила ряды любителей искусства нашего города. В этот день звучало много теплых слов по адрес автора. Гости отметили особую и уютную атмосферу выставки. Училась в художной школе на уроке рисования, очень любила рисовать. Посещала Дом пионеров, после этого решила связать свою жизнь над искусством. Училась в Бирске на художественно-графическом факультете. После этого вернулась в родной город. Преподаю в школе искусств, теперь мои преподаватели, мои коллеги. Всю жизнь я связана с творчеством. Всегда мне хотелось персональную выставку, но я никогда не могла решиться. Не хватало уверенности. И вот как раз-таки в этом году, благодаря и моим преподавателям, и Ромля Гипнина-Фаслеевой, я все-таки решилась на выставку и получилось ее организовать. Я люблю экспериментировать. Ищу себя в многих направлениях рисую и маслом, и акрилом. Акварий, гуашь у меня есть. Также ДПИ, декоративно-прикладного искусства. В разных направлениях. Ну, люблю писать пейзажи, натюрморты, портреты. Очень люблю изучать людей. Небольшие шаржи тоже юмористические. Мне это интересно. Несмотря на то, что все работы в разных направлениях, я хотела, конечно, передать хорошее, доброе настроение, доброту, что-то прекрасное. Вокруг нас очень много прекрасного. Мы просто должны это видеть, разглядеть. Родной Редвина у нас прекрасно, очень много интересных мест. Природа ее богата, цветы. Очень хорошие люди здесь, добрые живут. Работники, мои коллеги все, куда я посещаю. Феникс мне очень нравится. Родители, семья. Я хотела передать какую-то добрую душевную атмосферу в своей выставке на Лизу. Мне это получилось. Всего представлено более 50 картин и предметов декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до конца ноября. В течение этого времени каждый желающий сможет окунуться в особую атмосферу творчества. Гуляра Сиддикова, Марсель Хабиров, служба новостей Янаульского телевидения. Проект «Волшебная комната» Центра социального обслуживания населения «Альтаир» стал победителем второго конкурса президентских грантов Российской Федерации. Суть проекта – создание сенсорной комнаты в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Янаульском районе. Все необходимое оборудование закупили и установили. Поэтому совсем скоро маленькие Янаульцы начнут заниматься в новом уютном месте. Сумма гранта у нас составляет 495 тысяч рублей. Этот проект рассчитан для детей от 2 до 18 лет с множественными нарушениями в развитии. Это дети с ДЦП, с аутизмом, с различными психофизическими нарушениями, с двигательной расторможенностью, с сенсорными какими-то особенностями. На сегодняшний день сенсорное оборудование закуплено и установлено. В условиях сенсорной комнаты будут проходить специальные занятия, на которых дети будут получать комплексную реабилитацию. С детьми будет заниматься педагог отделения реабилитации Гульшат Гарипова, которая прошла курсы повышения квалификации по работе именно в условиях сенсорной комнаты. Продуманы все моменты, которые направлены на укрепление здоровья детей, для улучшения их психологического состояния, для социализации детей с ментальными и психофизическими особенностями. Для оснащения сенсорной комнаты использовано сенсорное оборудование, обладающее стимулирующим или релаксирующим действием. Зона уединенности и покоя у нас составляет фибероптическое занавес, волшебный шатер. В этой зоне дети могут уединиться, релаксировать и чувствовать себя в полной уверенности и в релаксации. Также у нас есть фибероптические волокна. Эти волокна стимулируют чувство осязания, развивают речь, успокаивают ребенка. И ребенок чувствует себя в улучшенном психологическом состоянии. Оформление пола у нас ковер «Звездное небо». Он тоже управляется с пульта управления, создаются различные оттенки, цветовая гамма. И ребенок может почувствовать действительно себя в космосе, так скажем. Наша комната оформлена в космическом стиле. Оформлены настенные шторы тоже в стиле «Космос». У нас пуф-груши приобретены в стиле «Космос» для работы педагога и своего подопечного. Также мы приобрели большие наборы аутизм и стимуляция. В большие наборы аутизма входят игровые говорящие различные азбуки, говорящие книги, модульные кубики, конструкторы, лабиринты. И все, что связано с развитием ребенка для дальнейшей работы с педагога, с ребенком. В наборе стимуляции тоже включено все необходимое для стимуляции сенсорной системы ребенка. Здесь и развитие слуха, и развитие зрения, развитие стимуляции обоняния, развитие речи, причины следственных связей. Тоже тут очень много у нас ходит в этот набор. Песочный стол, вот он светящийся, тоже очень успокаивает ребенка. Он не имеет острых концов. В общем, все оборудование очень безопасно для детей. Я думаю, что дети будут очень довольны. Также мы приобрели фиберакустическую панель, очень красочная, яркая. На этой панели ребенок будет развивать все формы, и тактильные ощущения, и цветовую гамму, форму развивать моторику, сенсорное развитие ребенка, восприятие световых и звуковых элементов. Интерактивная банкетка служит интересным сидением и тоже имеет интересную цветовую гамму. Она служит необычным сидением и стимулирует воображение, и развивает различные творческие способности. Она очень удобна для педагога и для своего подопечного. Занятие у нас начинается с 1 ноября. Проект рассчитан до конца ноября 2021 года. На занятиях дети будут заниматься подгруппами либо индивидуально. С каждым ребенком будет индивидуально работать психолог. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды и криминальная хроника с Анисой Раслановой. Берегите себя, оставайтесь с нами. 25 октября в Янауле ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Днем температура воздуха плюс 4, плюс 5, ночью плюс 4, плюс 2. Ветер западный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Берегите себя, одевайтесь теплее. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Программа «Криминальная хроника» в студии Аниса Расланова. Здравствуйте. 5 октября с заявлением в полицию обратился житель улицы Комсомольской и рассказал, что неизвестные лица похитили скоростной велосипед, оставленный его сыном возле торгового центра. Ранним утром 7 октября помощь сотрудников понадобилась жительнице деревни Туртик. Она сообщила, что кто-то украл металлические батареи, системы отопления из здания школы села Воеды. По подозрению в совершении преступления в отдел были доставлены двое безработных жителей села. Похищенные изъято. 13 октября в отдел обратился житель Янаула и попросил оказать содействие в розыске кузова от автомобиля марки ВАЗ-11 модели. Он исчез со двора по улице Первомайской в течение последних трех недель. В этот же день заявление о краже поступило от жителя Нефтекамска. Он рассказал, что неизвестные лица вскрыли садовый домик, расположенный в селе Энергетик. Преступники похитили куртку с документами. Днем 13 октября сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину. При личном досмотре у 36-летнего мужчины без определенного места жительства был изъят черный полиэтиленовый пакет с массой растительного происхождения. 12 октября за помощью обратилась жительница села Карманово и сообщила, по селу бегают бродячие агрессивные собаки, рвут скот. Спустя несколько часов с подобным заявлением обратилась еще одна жительница Карманово. Неизвестные четвероногие гости побывали в ее личном подсобном хозяйстве, сломали клетку и уничтожили кролика. 15 октября в приемный покой Янаульской центральной районной больницы обратилась 73-летняя жительница села Иткинеева. Пенсионерка рассказала, что телесное повреждение ей нанес односельчанин 1969 года рождения. Мужчина орудовал штакетником от забора, причем он не только ударил пожилую беспомощную женщину, а еще и угрожал расправой. 18 октября помощь медицинских работников понадобилась жительнице села Сандугач. С диагнозом травматические пневмоторококс справа, параорбитальная гематома справа, она была госпитализирована в хирургическое отделение больницы. Выяснилось, что накануне вечером женщина отдыхала в компании своего супруга и семейных друзей. После посиделок дома разгоряченными спиртными напитками они отправились на дискотеку. Танцы продлились до утра, однако и этого мужчине не хватило, и он хотел продолжить праздник. Словесный конфликт между супругами перешел в драку. Мужчина ударил женщину кулаком по лицу, после чего она упала на землю и получила еще нескольких ударов ногой в область груди, после чего они все же отправились оба домой. На следующий день женщина почувствовала ухудшение самочувствия и попала на больничную койку. Субботним вечером 17 октября на короткий номер 112 позвонила жительница улицы Социалистической и попросила помощи. В гости пожаловался житель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина поначалу вламывал дверь и буянил, а уже через 10 минут перешел от слов к делу и начал поджигать входную дверь. Ранним утром 15 октября дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи поселка Энергетик. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, управляя транспортным средством состояния алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста. За рулем двухколесного транспорта в этот момент находилась 8-летняя жительница села Карманово. После наезда на знак дорожный пешеходный переход автолюбитель съехал в кювет. В результате аварии девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами была госпитализирована в хирургическое отделение Нефтекамской больницы. Всего за две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Один человек пострадал. Выявлено более 470 нарушений правил дорожного движения. В том числе 47 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 15 автолюбителей нарушили правила обгона. 7 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Только один день 26 октября в торговом центре юбилейный по адресу Азина 27 пройдет распродажа шуб от ведущей меховой фабрики города Казани. Акция «Обменяй старые на новые». Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду и получите скидку 10 тысяч рублей на свою новую шубку. Эксклюзивные новые модели 2020 года. Огромный выбор Ноки и Мутона. Подарки пенсионерам и подписчикам нашей группы в Инстаграме. Огромный выбор Ноки и Мутона.